Говорят, стены лечат. Пациенты неврологического больницы Симашко подтверждают, это так, теперь так. Чувствую себя так, как дома. Это вот такое вот у меня сравнение, понимаете? Чувство такое. И знаете, у них такая ответственность за нас. Ой, вы знаете, прям... Почти в домашних условиях выздоравливают и самые сложные пациенты, сердечники. Возможно, это стало после того, как хирургические отделения переехали в новый корпус. А в освободившихся помещениях начался первый в истории капитальный ремонт. Программа модернизации, здесь проводился ремонт. Вот эта правая половина и крыша над всем корпусом была сделана. На это потрачено было больше 60 миллионов рублей. Новые интерьеры, принявшие новоселов меньше недели назад, продемонстрировали главврачу области. Здесь есть все, чтобы больные чувствовали себя комфортно и уютно, говорили Константину Бобракову. У нас на больного в палате интенсивной терапии практически выдержали мы 12 квадратных метров на больного. И в палате 9 квадратных метров. То есть, представляете, не каждая квартира может себе такое позволить. Правда, снять некоторые застаревшие проблемы не смогли даже увеличившиеся площади. Глава департамента здравоохранения обратил внимание на койки в коридорах. В коридоре все равно жили люди. И, тем не менее, даже в коридоре такие условия очень хорошо. Такое лечение роста. Мы стеснены площадями, квадратные метры. Будем все равно дальше развиваться. Будем просить губернатора о уделении нам дополнительных средств, чтобы и коридору не было, и отремонтировать все остальные корпуса. До полного выздоровления всей больницы еще далеко. Капитальный ремонт главного корпуса и фасада потянет еще миллионов на 120. В облздраве пока конкретной даты полной победы над медициной прошлого не называют. В главной детской больнице области буквально на каждом шагу результаты программы модернизации здравоохранения. Капитальный ремонт – парк новой техники. Все обошлось в 600 миллионов. Случилась, можно сказать, некоторая революция в оснащении и приобретении оборудования в нашем учреждении, но и не только в нашем учреждении. То есть мы получили на сегодняшний день такой парк оборудования, который, в общем-то, соответствует многим федеральным, городским, столичным клиникам. И некоторые наши оборудования соответствуют европейскому и мировому уровню. Остались последние штрихи. Точка в масштабном обновлении должна быть творческой, решил главврач Алексей Медведев. Роспись холла поручили Геннадию Афанасьеву. С его легкой руки на стенах оживают персонажи русских сказок. Художник уверен, правильные интерьеры тоже обладают способностью лечить. Хочется доставить детям радость и родителям, чтобы отвлечь детей, создать какую-то обстановку, отвлечь детей от медицинских процедур. Медицинский персонал с надеждой вглядывается в другую картину. Строители растят мечту. Девятиэтажный корпус медицинского центра. В 2015-м он будет открыт. Это будет отделение онкогематологии, будет отделение эндокринологии. Среди медицинских объектов один выделяется особо. Это многопрофильный центр областной клинической больницы. Его строительство началось еще в 2007-м году. Но потом дальше коробки. Как потом выяснилось сомнительного качества, дело так и не пошло. Объект заморозили. Твердое решение Александра Козлова «Центру быть» сделало свое дело. Александр Козлов добился, чтобы строительство многопрофильного медцентра было включено в план празднования 450-летия «Основания Орла». Сегодня это самый дорогостоящий социальный объект области. Его стоимость сопоставима с годовым бюджетом Орла и равна 3 миллиардам рублей. Корпус намерен издать в конце этого года. Продолжение следует...